Пройдена большая дорога. 25 лет взлётов и разочарований, творческих озарений и упорного труда. Всё случалось на нашем пути. За это время небольшая группа творческих единомышленников выросла в одной из самых больших литературных объединений Подмосковья под названием «Парнас». Ольга Сорокина переняла управление им от Лиры Ершовой и стала бессменным вдохновителем любителей настоящего художественного слова. В честь юбилея глава округа передал парнасовцам свои искренние поздравления. Я хочу передать от него не только слова благодарности, я хочу передать от него слова именно душевного состояния, которое вы передаёте. Счастья, радости, тепла, наверное, правильных вещей, которые мы с вами должны учить наше будущее поколение. В стихотворной форме поэты раскрывают важные аспекты современности. Свои работы парнасовцы публикуют в газетах, литературных сборниках, выступают на городских мероприятиях, встречаются с жителями. Верными друзьями и поддержкой для летов всегда были библиотеки округа. Два раза в месяц там проходят поэтические встречи. Как рыжим шатеном, блатином, брюнетом счастье идёт, как зимой, так и летом. Даже когда за порогом династии гром прорабочит, какое же счастье. Будьте счастливы, вам дайте. Спасибо большое. Мы вам очень благодарны, потому что вы нас всегда очень приветливо и дружелюбно встречаете. Поздравления в стихотворной форме и не только от друзей и коллег из других литературных объединений в этот вечер не смолкали. Талантливые поэты получили юбилейные награды. Вспомнили и поэтов, ушедших из жизни. Их творчество продолжается в стихах, передающих весомое поэтическое слово новым поколениям. От сердца до сердца другого. Несите, поэты, сквозь время великое слово. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания Одинцова.